Добрый день, уважаемые телезрители! Как обычно, по воскресеньям в 17 часов, сегодня 6 апреля, в эфире передача «Точка отсчета». Сегодня у нас в гостях, ой, я всегда говорю, что уникально, но сегодня просто парадоксальная личность. Неотразимый, харизматичный Юрий Бурносов, также известный как Джабба. Поздоровайся! Привет, я сказал, помахал вам лапкой. Первый вопрос, самый, как обычно, с подковыркой, самый секретный. Юрий, почему Джабба? Джабба, потому что, когда я еще в какие-то незапамятные времена первый раз влез в интернет, уже даже не помню, где это было, влез в какой-то чат. И в этом чате надо было, соответственно, придумать какой-то ник. И, по-моему, у меня то ли валялся какой-то журнал, то как-то это связано было с Советами Войнами. Короче, я написал, что первое, что попалось под руку, это было Джабба. Вот, потом я уже из этого чата вышел, уже не помню, как он называется этот чат, но как-то Джабба этот сохранился, остался и еще в паре места так регистрировался. И он как-то прижился, и все к нему привыкли. Вот, я сам привык, хотя никакой смысловой нагрузки на самом деле никто не несет. Таким образом, простой ник в чате превратился в литературный псевдоним. Известный едва ли не больше, чем твоя фамилия. Ну да, кстати, видимо, да, так оно и есть даже. С чего все это начиналось, Юрий? Все-таки писатель Юрий Бурносов, как таковой, появился не сразу. Первые книги, которые выходили под твоим авторством, были в соавторстве с эстонским писателем Виктором Косинковым. И ваше соавторство носило звучное имя Виктор Бурцев. Первая книжка по алмазной нервам. Расскажи, пожалуйста, почему именно такая форма, как долго это продолжалось и почему закончилось. Началось все с того, что мы с Виктором познакомились в какой-то украинской фантастической мастерской. Я не помню, как она называется. Называлась, по-моему, это уже нет сейчас. Виртуально или реально? Нет, виртуально, естественно. Я его увидел в живого, когда мы с ним, по-моему, три книжки уже написали. То есть до этого я его не видел. И познакомились, и просто решили что-нибудь вместе написать, совершенно без каких-то особых умыслов. Не то, что только мы напишем, прославимся. А просто написать и даже не издавать. Просто посмотри, что получится. Потом мы начали писать «Алмазные нервы». Потом мы их практически дописали. И, по-моему, я все-таки был первый, когда сказал, давай-ка в издательство отошлем. Он говорит, ну давай отошлем. На самом деле, на него и мудро, наверное. Но дописали. Я отослал, как сейчас помню, в Армаду. И из Армады позвонили мне и сказали, что, ну, ребят, мы немножко книжку берем. Вот. Давайте, вот, приезжайте, подпишем бумажки там, то есть все. Вот, подписали, все нормально. И как бы вот из этого развился вот этот тандем. А вот говорить о том, что проект Виктора Бурцева закончен, было бы неправильно. Потому что все-таки мы вот, последняя книга «Наша пленных не брать» была. Ей, слава богу, два года всего. Я не думаю, что мы на этом закончили. Хотя сейчас, в принципе, Бурцева – это проект исключительно Косинковский. То есть, вот он две книги выпустил. Одну, нет, одну. Он книгу сдал, а вторую сейчас он дописывает. То есть, вот это будет как бы Бурцева именно в одно лицо, то, что называется. Но не факт, что, например, я не сдамся под свиданием о Бурцева, или мы вместе с ним что-то не напишем под свиданием о Бурцева. То есть, у нас был разговор, и мы решили, что проект не закрывается. А сколько сейчас всего уже книг вышло? Я обычно путаюсь, потому что там, во-первых, был Бурцев, во-вторых, еще был так называемый Чернецов. То, что издавалось про Бетти Макдулгал, вот этот весь, грубо говоря, фанфик по Ларри Крофт, которая на самом деле была не Лара Крофт, просто пришлось ее переименовать по ряду причин. Ну, где-то, наверное, книг 9-10. И раз уж ты заговорил, давай тогда поподробнее все-таки, что это за фанфик по Ларри Крофту, потому что лично я, например, об этом ничего не знаю. А, ну, будем раскрывать тайны. Нет, просто было предложение, когда вышла на экран первая часть Ларри Крофт, было предложение написать новелизацию. Вот на эту новелизацию собрались интересные люди. Всех открыть, я, к сожалению, не могу, потому что, насколько я помню, там довольно анонимные условия были участия у некоторых товарищей. Ну, были, например, в том числе я, Витя Косинкова и Игорь Черный. Есть такой критик. В основном, он еще и писатель, но в основном, известно, как критик. И мы написали именно новелизацию по фильму с добавлением некоторых фрагментов, которых в фильме нет. После этого мы решили как бы продолжить эту линию, написать серию книг по... Ну, продолжение, грубо говоря, которого, естественно, в Голливуде не было. У нас он как бы в голове как-то немножко складывался. Написали мы про Лару Крофт. Опять же, у нас... То есть, такой межавторский цикл. Да, 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 да. Опять же, все это у нас с радостью взяли. Мы писали, по-моему, две первых книги. Серия, по-моему, продолжается даже сейчас. Я вот как-то что-то не так давно видел. Но мы участвовали только в первых двух книгах. Потом писали уже еще какие-то люди приходили. Вот Леженда, например, там участвовал. Вот, как-то еще. Но, тем не менее, тоже засветились и там. Есть люди, которым нравится. То есть, с одной стороны, вроде бы, такая небольшая, конечно, литературная халтурка. Тут, что скрывать-то. А с другой стороны, как бы, вот я слышал хорошие отзывы. Ну, что приятно, в принципе. Кроме самого проекта, как ты его назвал, проекта Виктор Бурцев, выходили изначально какие-то вещи под твоей фамилией. Сначала это были только рассказы. Книжки непосредственно Юрия Бурносова появились уже значительно позже. Собственно, это уже был твой опыт работы с крупной формой? Или ты изначально не хотел начинать с романов? На самом деле, я крупную форму как-то пытался писать, даже раньше, чем рассказываю. Я рассказываю, собственно, сейчас мне очень хорошо умею писать. Но я очень ленивый человек, поэтому мне нужен какой-то товарищ, который стоял бы с плеткой и говорил, типа, а, я у тебя прислал, вот тебе вчера там свою часть, почему ты не пишешь продолжение, там, о чем мы дальше будем делать, нам же надо скорее сдавать в издательство. Вот, поэтому у меня как-то в соотрасте работалось удобнее в этом случае. А потом, когда я какие-то поверил смысл, которые были, что просто писать вдвоем, ну, нереально. То есть, в принципе, несложно заметить, что все соотрасте вещи у нас, они обычно делятся на двух героев. То есть, один ведет одну линию героя, а другой ведет другую линию героя, соответственно, второго. А там, когда все идет как от одного лица, это раз, а во-вторых, ну и какие-то идеи там более такие заложены, которые сложно с кем-то делить и обговаривать, как это все должно выглядеть. Вот, поэтому, видимо, я все-таки дошел до того, что стал писать сам по себе. Хотя, с другой стороны, вот последнюю книжку, которая вышла у меня, вышла с Мишей Кликиным. Опять, соавтор, что ты написал, хотя мы не стали придумывать какой-то под это дело псевдоним. Вот, вроде бы неплохой роман получился. Причем это фэнтези, до этого фэнтези я не писал. То есть, получается, что большая часть романов, которые ты написал, они сделаны в соавторстве? Ну, грубо говоря, где-то из 15, по-моему, 11. Вот, как-то так. То есть, даже не знаю, как это так сразу назвать. Это действительно тяга, наверное, к смене жанров, получается. То есть, тебе нужен соавтор, как ты выразился стоять с палкой, чтобы попробовать в разных жанрах. Вот фэнтези ты назвал с Виктором Косинковым. У вас и конспирологический детектив получался в свое время. То есть, это вот такой, что ли, выбор новых карт, да, наверное? Ну, в какой-то степени да, хотя вот именно Кликину именно я предложил, потому что у меня давно лежал хороший такой фрагмент вот этого романа, который вышел, названием, господи, как-то, книга «Демона». Вот так просто много названий менялось в процессе работы, а потом в итоге вышел под издательским названием. Вот, а он у меня лежал, наверное, года с 98-го. Просто я, во-первых, не очень люблю фэнтези, во-вторых, я как-то не могу сказать, что очень хорошо умею его писать, поэтому, может быть. Вот, но было жалко, пропадал очень хороший кусочек текста. Я показал человеку, который, считаю, очень хорошо умеет это делать, Миша сказал, что давай попробуем писать вместе. Вот, в итоге получилась неплохая вещь. Когда вышел первый текст «Алмазные нервы»? Дай бог памяти, в 99-м году. То есть, получается, фактически, почти за 10 лет, за 9 лет творчества, 15 романов, при этом ты достаточно активно участвуешь в работе различных, как сейчас принято называть, литературных объединений. Изначально ты участвовал в проекте «Пуговички», которые сейчас, по-моему, прекратили уже свое существование. И в том числе ты был один из трех столпов пресловутого сообщества русских харизматических писателей. О которых в последнее время, да и не в последнее время, в общем, уже года 4, наверное, много говорят. Но само сообщество остается тайной за семью печатями для широкого зрителя. Давай немножко приоткроем карты. И ты расскажешь нашим зрителям и читателям мира фантастики, что там происходит вообще. Чем там харизматики занимаются? То, чем занимаются харизматики, в прямом эфире озвучивать, наверное, не стоит. А тут Дивово все время сформулировалось, это не очень цензурное выражение, хотя и правильное. А началось все с того, что... Несут фигню массы? А, ну да, да. Ну, можно так, но это не так красиво звучит просто. Понятно. Не совсем верно даже, можно сказать. А вот, а началось все с того, что мы собрались с Алимовым, Дивовым и некоторыми пригнувшими личностями просто попить пиво и решили, что что бы нам не создать очередных каким-то терпионов братья. Ну вот, в итоге получился вот этот клуб русских харизматических писателей. Дивово потом по ряду причин оттуда вышел. Ну вот писателях харизматических принимать как бы было с самого начала решено, что нам не нужно достаточно такого количества. Остальные как бы считаются пригнувшими. Ну, примкнувши там тоже люди весьма подличные. То есть чисто харизматических писателей у нас в России два. Два, два. Это Джаба и Алимов. Понятно. А остальные это примазались. Не примазались, а примкнувши. Это разные вещи. Примхаркиса так называемые. И много их там уже? Как бы мы перепись и учет так особо не ведем, но так, учитывая по тому, кто ходит на форум, так людей так 20-30 есть. Ну и все же, если разложить законспирированную фразу Дивова на русский язык и объяснить все-таки зрителям нашим, чем же занимаются харизматики и в чем собственно свет харизмы. Я вот ожидаю встречи с тобой даже в запасе темными очками, чтобы не быть ослепленным светом харизмы. Так что ты нам яви сейчас ее, мы как раз послушаем. Ну, как сказать? Я хотел бы сказать, конечно, что мы несем разумно-добрая вещь, насеем, но на самом деле мы действительно несем массу то, что сказал Дивов, а ты немножко отцензурировал. Ну, с другой стороны, мы как бы в этом признаемся заранее. То есть, остальные все писатели, которые не харизматические, они говорят, что что-то стараются для читателя, они что-то делают, пытаются чему-то научить, какие-то идеи вложить, философия ему давать. А мы просто, да, что-то пишем. Причем пишем хорошее. Как ни странно при этом. Резко положительное. И, ну, проводятся ли какие-то акции, существуют ли какие-то, я не знаю, сборники харизматических писателей, журналы харизматических писателей? Как это все? Работа должна во что-то выливаться или это просто вот посиделки за пивом? Ну, посиделки за пивом от своего рода тоже, как бы, мини-конвенты, которые назывались раньше Тинькон, потому что в Тинькове в основном проходили, а сейчас не знаю тут, как они будут. А вот, а как и таковых сборников в клубах харизматических писателей нет, но ближе всего к ним это, наверное, сборники Азбуковские Новая Легенда, потому что там, как правило, принимают участие именно люди, которые либо близки к клубу, либо которые, как бы, достойны участия вот по такому уровню сборников. Потому что считаю, что это по своему уровню сборники очень качественные. Вот. То, что касается каких-то там определенных журналов, ну, тот цвет харизмы, который выходит в интернете довольно нерегулярно, опять же, на нашем сайте, что-то больше, большего пока мы не хотим. Да, не стремимся, наверное. Сила харизмы настолько велика, что нет необходимости ее делить на всякие задачи. Ну, она же ведь на заранее, как бы, и отовсюду, для чего, да, да, суетиться. Действительно. Но давай тогда все-таки немножко дадим, что ли, путеводитель нашим зрителям, где можно найти истинную харизму, почитать про нее, как вообще выйти на эту харизму и посмотреть. Или это закрытое сообщество, туда нет доступа посторонним? Нет, ну, есть сайт в интернете. Надо набрать в Яндексиклуб русских харизматических писателей, он туда выбросит. Есть форум, который тоже, как бы, не закрытый совершенно, можно туда войти, писать там все-таки интересное, но единственное, что там довольно сложные правила, если что-то не понравится администратору, то тут же выкинут. С другой стороны, может, так и надо. Жесткий контроль. Да, железной рукой. Хорошо. А все-таки, раз уж мы упомянули немножко про проект «Пуговички», в свое время, когда не было еще живого журнала, когда не было еще такого большого количества блогов, чуть ли не у каждого автора сейчас, «Пуговички», в общем, были достаточно посещаемым ресурсом. И, кстати, на этом сайте, насколько я помню, впервые появился твой рассказ «Сталин и атомная бомба», который едва ли не самый известный твой текст, когда вообще с кем-то говоришь про Джабу, про Юрия Бурносова, сразу его вспоминают, при этом он никогда не появлялся в печати. Все-таки, как появились «Пуговички», и раз уж мы вспомнили этот чудный рассказ, давай немножко об истории его создания. «Пуговички» появились после того, как мы в Москве познакомились с Сергеем Красиковым. Это тоже, можно сказать, непонятно, конечно, как его правильно классифицировать. С одной стороны, писатель, с другой стороны, вроде бы критик, с третьей стороны, вроде бы даже немножко и какой-то такой культурно-политический деятель. Литератор. Литератор, короче, да, это самое правильное звание будет. И мы с ним как-то что-то разговаривали, решили они сделать и нам сайт. Тем более он в этом хорошо разбирался, в администрировании, в создании сайтов. Я до сих пор дуб, дальше, так сказать, живого журнала Илья Аськи не продвинулся. И мы решили, что можно сделать какой-то сайте, куда можно, во-первых, писать какие-то рецензии на фильмы, потому что я и он увлекались этим делом, на книги. А, соответственно, еще и пригласить каких-то людей, у которых есть рассказы и которые хотят где-то их выложить. Потому что, естественно, тогда было возможности поменьше с этим делом. А сразу народ радостно набежал, стал выкладывать, причем не то что какие-то люди, какие-то мелкие графоманы, а вполне серьезные люди, из которых потом выросли серьезные авторы. Например, можешь несколько фамилий назвать? Ну вот, например, тот же самый Красик, хотел сказать, рассказать несколько издал. Шведов, Фрай, если не ошибаюсь, у нас там несколько раз проскакивал очень даже удачно. Казаков, Рома Афанасьев. Не вспомню, потому что достаточно давно было, но как-то несколько фамилий сразу, которые сразу на ум пришли. А что касается Сталина атомной бомбы, я сейчас затрудняюсь вспомнить, почему я его написал. Но написал я его именно сразу. То есть я села, начал и закончил. Ну сколько там, часа проводился, полтора, то есть не то что там что-то переделал, переписывал. Я как бы сел, думаю, нам сказать рассказ, что-то про что. А у меня, а, все, вспомнил. Вот ты, кстати, мне очень даже удачно напомнил. Я смотрел передачу Родинского про Сталина. Там, собственно, даже и первый в Тайдуарду Родинского стоит рассказе. И вот я что-то посмотрел, атомная бомба в голове плавала. А как раз сидел, писал рассказ, и по-моему, Красиковым я сказал, напиши что-нибудь, у нас давно не обновлялось. Я сел, написал рассказ. После этого он пополз по сети. Сейчас он много где лежит. Попадаются постоянно мне в каких-то форумах непонятных, в ЖЖ. Люди, видимо, не знают половину, что это я именно написал, потому что там копирайтер стоит джаба, и то лучше в случае. А то без копирайтера все это дело. У меня, конечно, есть мысль как-нибудь озаботиться и издать его за свой счет каким-нибудь маленьким такой брошюркой. Хорошо иллюстрированный, так, тиражок штук 500. Такое подарочное издание. Ну, как-то вот я не соберусь все время. Меж тем, действительно, рассказ до сих пор не издан. Хотя, возможно, он и достоин такого вот иллюстрированного издания. Правда, наверное, с цензурной версией. Да сейчас все издают, по-моему. То есть, в том, не проблема эта выставка. Вот мы начали говорить сейчас о судьбе пуговичек. Как ты думаешь, такие сайты, вот, литературно-культурологической, что ли, направленности, где выкладывались статьи, где выкладывались рассказы, их, ну, не гибель, возможно, их закат связан с эпохой блогов? Я думаю, да, потому что в блоге, если что-то выложишь, даже больше, гораздо шансов, что это прочитает больше людей, чем в каком-то, конкретно взятом журнале. Ну да, на сайт нужно зайти, а в блоге там уже как бы все настроено. Да, тем более в блоге люди попадают совершенно случайно от этих сайтов. То есть, там, зашел, кто-то с облог Яндексу набрал, там, что-то случайно тебя выбросило, полез, посмотрел, прочитал. Ну, вот, с другой стороны, ну, как сказать, ну, они сайты специализированы, тоже пользы мало приносили, я считаю, типа, проза.ру, там, например, что-то, то есть, как бы, для литературного процесса ни одно, ни другое пользы, по-моему, не приносит. Вот мы заговорили сейчас о том, что ты для пуговичек изначально писал рецензии на фильмы, то есть, это было, своего рода, такое хобби, что ли, любительское. Ну, насколько я знаю, сейчас ты это хобби превратил, в общем, в достаточно профессиональную эстезию, и у тебя, ну, едва ли не колонка своя есть книжных, кинорецензий. Ну, я, во-первых, очень достаточно много смотрю, во-вторых, я достаточно хорошо разбираюсь в кино, что, в принципе, как бы сказать. Ну, не грех похвастаться, грубо говоря. А вот, ну, и как-то, когда что-то посмотрел, особенно, если посмотрел что-то или очень хорошее, или очень плохое, про что хочется именно что-то сказать, не просто, не посмотрел, ладно, как бы, лишний фильм. Хочется сказать об этом как-то людям. Я писал в свое время в Мир Фантастики, сейчас вот я пишу в газету.ру, надеюсь, что, может, что куда-то буду писать, ну, как бы, чтобы добро не пропадало. А если за это еще и платить деньги, ну, тем более, хорошо. То есть, это все-таки все еще хобби, или ты уже стараешься сделать это работой? Нет, я не думаю, что я сделаю это именно работой, потому что я тогда как-то немножко закоснею во всем этом. То есть, мне именно ценно то, что я могу сказать про соцсумнение, и все. Когда начинается снародная работа, то сразу появляются какие-то рамки, всегда надо про что-то писать хорошо, про что-то плохо. То есть, ну, вся любая критика, она у нас немножко как-то вся вот закольцована как-то. У всех авторов, которые приходят ко мне в передачу, я задаю один и тот же провокационный вопрос. Поскольку и в журнале Мир Фантастики, и, в общем, в фантастической среде в последние несколько месяцев достаточно активно идет дискуссия по поводу фантастических премий, то я тебя просто буквально вынужден спросить, Юрий, как ты к ним относишься? Ну, а между срок мы, естественно, должны упомянуть о том, что буквально месяц назад, в середине февраля, ну, полтора месяца назад, да, за книгу «Чудовищ нет» ты получил премию от нашего журнала Мир Фантастики за книгу, как лучшую книгу 2007 года. Так что тебе, можно сказать, и карта в руки. Было такое, да. Ну, как сказать, во-первых, кстати, интересный факт, это первая премия была от Мира Фантастики, которую я получил лично. То есть, до этого все премии получал либо мой соавтор, а я как бы не мог все время подъехать, вот на Иллидику, там и все куда-то, да. Кирилл Бенедиктов все время, помнится, за тебя получал. Да, и Кирилл Бенедиктов за меня тоже получал, да, и сам все время что-то не попадал. Вот первый раз, когда я попал, действительно, мне пожали руку, то есть, звучали, что называется, цацкой в фантастической среде. Вот, было очень приятно, конечно. Вот, к премиям я отношусь, в принципе, нормально. Я согласен, что большинство премий у нас, конечно, но если не лоббированные, то какие-то все-таки они немножко вот ангажированные, да. Да, собственно говоря, все они, видимо, такие, начиная с букера, там, и заканчивая сами последними какими-то мелкими конами. Но отношусь к ним хорошо, то есть, чем же плохо, если тебя заметили, похвалили, как бы и тебе реклама, и просто приятно. Вот, а если премии денежные, правда их не так много, ну, тем более хорошо. То есть, все-таки ты считаешь, что премии однозначно полезны, даже если все вокруг знают, что они заранее распределены, ангажированы, и уже четко известен лауреат. Ну, я опять же не думаю, насколько это полезно именно для творчества, но просто приятно, например, на том же пункт-конвенте содрать человека пиво за то, что ему дали какую-нибудь премию. То есть, уже польза. Например, вот у нас было несколько людей, близких к издательствам. Василий Мельник из Эксма, Андрей Синицын, составитель многих сборников. Я им задавал те же самые вопросы, и они говорили, что несмотря на многочисленное количество премий, которые существуют в фантастической среде, ни одна из них не достойна того, чтобы быть опубликованы на обложке книги. Ну, типа, вот такая вот премия, и это повысит тираж книги. Как ты считаешь, вот если на новом переиздании «Чудович» нет, будет написано, что эта книга год 2007 года от журнала «Мир фантастики», поднимет ли это ее тираж? Ну, если честно, я, конечно, не знаю, менее издателей есть, почему они так думают. Я думаю, что, может быть, конечно, не очень сильно, но какой-то плюс даст. То есть, вот я смотрю, кстати, между прочим, что сейчас какая-то тенденция опять зарождается. Попадали с моей книжки, например, что написано там лауреат, не лауреат, даже номинант премии «Национальный бестселлер», например. Не, ну, «Национальный бестселлер», «Букер» и все такое, это премии, разрекламированные по телевизору. Я сейчас говорю… Ну, я тоже был номинантом премии «Национальный бестселлер», «Существующими» нет. Я сейчас говорю о наших внутренних фантастических премиях. Внутренние фантастические премии, они потому именно, что есть, но что внутренние, никто про них ничего не знает. То есть, даже хорошие премии, типа там премии Стругацких, там разные, они тоже на самом деле ни о чем большом-то не говорят. Ну, все равно, ну, то есть, я думаю, что если лишнюю бляму там прилепить на обложку о том, что человек какую-то премию за эту книжку получил, может, человек там 15 купит лишних. То есть, как бы, издательство это не повредит, как минимум. Ну, то есть, процент все-таки очень небольшой. Я думаю, что небольшой, да, то есть, незначительный, так сказать. При том, что тираж, например, журнала «Мир фантастики» за 35 тысяч, а по исследованию маркетингового отдела каждый номер читает 3 человека, то есть, в общей сложности аудитория журнала порядка 100 тысяч, и вот, если 100 тысяч человек узнают о том, что твоя книга признана лучшей книгой 2007 года, ты считаешь, что из них только 15 эту книгу купят? Ну, вот, к сожалению, очень сложно понять, во-первых, как... Да, 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 да. Я думаю, что, к сожалению, вот эти все 100 тысяч, конечно, не побегут ее покупать. Кто-то в интернете скачает, кто-то подумает, ну, мало ли, там, ну, книжка, да, да, я вот, например, там, не знаю, там, Перумова люблю, лучше его куплю. Ну, тут же очень сложно все. Тем более, раз издатели что-то говорили по этому поводу, они, видимо, как-то все это дело считали и просчитывали, то есть, не на голом месте. Вспомнили мы, раз уж, интернет, к слову, что называется, пришлось, хотя тоже тема очень актуальная в последнее время, и со всеми мы ее, конечно, обсуждаем. Это тема интернет-библиотек, пиратства, сканов и всего такого. Как ты относишься к тому, что твои тексты сканируются и выкладываются бесплатно, без твоего разрешения, без твоего согласия? Ну, я, во-первых, служу по себе. Я, например, обычно поступаю как? Если я скачиваю какой-то текст из интернета, я обычно его читаю, ну, там, не знаю, там, пару глав читаю я, и потом понимаю, что он либо мне не нужен, либо он мне нужен. Если он мне нужен, я иду в библиотеку, покупаю книжку, в смысле, в магазин, покупаю книжку, и она у меня на полочке стоит. Вот так я прочитал, потому что глаза портить, читать с экрана, это дело неблагодарное. Другие люди, конечно, поступают иначе. Я знаю массу народу, который читает только с экрана, там еще потом скачивают себе телефон, какую-нибудь электронную книгу, чтобы читать в метро. Ну, с другой стороны, я понимаю, что это такое неизбежное даже, и не скажу, что зло. Не думаю, что это очень сильно сказывается, опять же, на продаваемости, потому что, ну, видимо, все-таки определенное количество людей рассуждает так же, как и я. То есть, если хорошая книжка, все равно я ее куплю. Если книжка плохая, то я ее почитаю в интернете и все равно не куплю. То есть, так же, он полистал бы и постоял бы в магазине и купил бы что-нибудь другое. То есть, я не знаю, как с этим бороться. Понимаю, что бороться, конечно, нужно, но не думаю, что на это надо положить там уже все силы и пресечь всеми возможными мерами. То есть, ты придерживаешься достаточно популярной в последнее время точки зрения, что существуют читатели книжные, существуют читатели электронные, и их смешивать нельзя? Да, между собой они не пересекаются практически. Да, определенный какой-то только процент такой очень незначительный. И можно говорить о том, что наступление века, как бы это назвать, электронной, что ли, коммерции, века электронных публикаций, придет еще не так скоро, как об этом любят писать, и книга еще свое покажет. Да, есть хороший пример тому, сейчас модную стали опять винилы. Вот у меня знакомых масса меломанов стали опять покупать винилы. Причем, как бы они ходят, их скупают. Пока еще народ там не понял, что это как бы сейчас вошло в моду. Очень можно дешево купить хороший винил. Все возвращается, потому что как бы приятно. Одно дело, это мы на первом патрии, а нормальный человек все равно еще купит диск с альбомом. Даже пускай компакт-диск, а не пластинка. То же самое и книги. То есть ты думаешь, что здесь все-таки имеет место, скажем, вопрос удобства? То есть если человек хочет не просто прочитать буковки, а поставить еще и на полку, то он в любом случае купит книжку. Разумеется. А если ему нужно 10-20-30 минут проезда в метро просто чем-то занять мозг, то он скачает на телефон и прочитает. Ну да, разумеется. Хотя я себе, например, купил специальную сумочку, такую небольшую, по формату книжки, чтобы мне книжка доумещалась, а они вдруг книжку читают сюда. То есть у тебя такая усредненная позиция, не позиция сторонников свободного распространения текстов, капилефта, и не позиция, какой у нас был тут Роман Афанасьев, который вообще всех пиратов призывал построить ряда и отправить на Колумбу. Да нет, разумеется. Здесь еще, видимо, играет некоторую роль тиражный саппора. То есть то, что он теряет на этом деле. То есть я так понимаю, что, конечно, может быть какой-то очень известный и хороший автор, который хорошо раскупается, теряет на этом какую-то реальную сумму денег, то есть тех людей, которые его не купили в реале и прочитали в интернете. С другой стороны, на таких тиражах, они тоже все не бедствуют, эти люди, что-то грех отстоит. И опять же, я не думаю, что они так уж много потеряли в данном случае. К вопросу о тиражах. Хорошо, что зашла речь об этом грустном факте. И, кстати говоря, о процентных отчислениях авторов с тиражей. Сейчас ты практически сменил род деятельности. И вместо, собственно, книжного творчества, вместо написания романов, ты сейчас занимаешься телевизионными сценариями. То есть это вот чисто вопрос заработка, или ты просто решил сменить амплуа? Нет, в данном случае это вопрос заработка. Хотя я знаю много людей, которые действительно сменили амплуа, которые причем неплохо даже так хорошо издавались, но теперь как бы все это дело бросили, потому что нашли более прибыльную работу. Я никогда не пытался сделать литературу способом заработка, то есть основным. Я все время кем-то работал, чем-то занимался другим, а писал как бы свободно от работы времени. В принципе, я сейчас этим занимаюсь, я не могу сказать, что там все бросилось, то есть я спешу 4 романа параллельно. Единственное, что, конечно, это немножко растянется подольше, потому что написание сценария времени занимает больше, чем над местом. Обычный рабочий день, там, какой-то такой. Ну, что будет за сценарий? Открой нам эту тайну. Ну, сценарий я пишу сейчас пока не очень много, потому что в этом бизнесе, так сказать, где-то с осени. Вот пока могу похвастаться тем, что написал сценарий. нескольких серий сериала «Своя команда», которая ждет на канале «Спорт», но это детский сериал, что-то мы особо хвастаться. Вот сейчас мы работаем над серьезным проектом, я пока, как сказать, не могу. «Тайный Мадридского двора». Нет, не «Тайный Мадридского двора», просто непонятно, как он будет называться, где он выйдет, это все совершенно рабочее. И могу сказать, что по заказу Министерства обороны. Проект очень серьезный и, в принципе, интересный. Мне нравится работать. Пролетчиков. У авторов так называемого первого конкурсного поколения, те, кто начинал еще с первых конкурсов, те, кто издавался, начал издаваться после 2000 года, сейчас достаточно заметная тенденция, что мы все уходим непосредственно из литературного творчества в какие-то параллельные виды деятельности. Сценарирование компьютерных игр, телесценарии, киносценарии, какие-то разработки шоу. То есть мы вот об этом говорили с Леонидом Кагановым, вспоминали очень многих авторов, ну, например, Далаиду Фортель, например, Майора Пронина. Людей, которые действительно подавали большие надежды, писали блистательные рассказы, и при этом сейчас практически незаметно, потому что ушли вот в такие смежные профессии. Как ты считаешь, это действительно тенденция? То есть вот тот вал фантастической литературы, который мы сейчас имеем, он вытесняет качественных рассказчиков из книжного потока, или все-таки это своего рода временная ситуация, которая может измениться? Ну, тут сложно, наверное, рассказать прямо так вот однозначно. Видимо, просто людям денег нужны, получается так, что у нас есть определенная какая-то, ну, двадцатка, там, может быть, тридцатка авторов, которые действительно могут жить заработами от книг. А все остальные, как бы они там хорошо не писали, и как бы так относительно других хорошо не издавались, то есть как бы надо там кормить семью, делать ремонт, покупать машину кредит, там что-то еще заплачивать, поэтому нужно что-то бегать и искать. Почему-то получилось так, что это вот именно выпало на вот эту вот нашу волну, то есть, видимо, те, кто шли до этого, они либо уже плотно именно сели на литературу, либо вообще это все бросили, то есть люди, которые были как бы до этого периода. А вот этот как раз пошел, когда люди барахтались и пытались что-то именно заработать на книгах, там потом пятое-десятое, что-то там и налево, и направо. А сейчас, я так понимаю, что вообще пошла такая мода, что человек может сидеть там зарабатывать кучу денег, левой ногой писать книжки при этом, их будут издавать, они будут хорошо покупаться, это для него просто хобби, как ни странно. Раз мы вспомнили о побочных сторонах заработка, я, конечно, не могу не открыть страшную тайну, правда мы уже в анонсах ее немножко осветили. Ты не только занимался литературным творчеством или, как вот сейчас, побочными видами деятельности, но при этом еще умудрился побыть чиновником российским в Брянской области. Да, я был помощником губернатора, был начальником отдела по взаимодействию с административными, правоохранительными и федеральными органами администрации Брянской области, еще один-то был. Короче, я советник государственной службы российской федерации второго ранга, это, по-моему, подполковник. Кошмар. Это армейские звания. Не зря я очки захватил. Да, да, да. Проработал я в этом качестве 8 лет, приобрел... Что я приобрел? Бесценный опыт, надо говорить. Нет, я на самом деле, жилищные вопросы уладил. Бесценный опыт приобрел, ну действительно, то есть я роман о чиновниках могу написать очень хороший, то есть кому он нужен, я не знаю, про них так много пишут. Производственный роман. Ну, что фантастический роман о чиновниках, кстати, мы хорошие. Ну, в свое время Стивен Кинг в книжке «Онрайтинг» посоветовал писать о том, о чем знаете, и если, например, ну, он обращался к гипотетическому читателю, если вот вы, например, инженер-сантехник, и любите фантастику, почему бы вам не написать фантастический роман о сантехниках на космическом корабле? Что, может быть, тебе написать фантастический роман о чиновниках будущего? Ну, теоретически можно, хотя, с другой стороны, я вот не смотрю, не думаю, что мои коллеги этому следуют. Например, у нас вот, как сказать, в фантастическом сухо очень много почему-то милиционеров. Не очень много, ну, достаточное количество милиционеров, но что-то они милиции не пишут. Вот, Злотников, например, или Тверин. Ну, почему? Злотников очень много пишут о деятельности спецподразделений, а, например, Алексей Пехов, будучи профессиональным стоматологом, пишет о вампирах, по-моему, еще очень-очень плохие. Очень логично, нет? Ну, хорошо, но про вампирах, конечно, да, но Лукьяненко, например, зато не пишет о психиатрах. Зато он пишет о детях и об их психологии. Это, по-моему, достаточно, нет? Ну, в принципе, да. Но, с другой стороны, нет, ну, почему? Стоп, я-то тоже это самое, Нил Камшит. Я-то еще и журналистом был, достаточно много работал, а у нас журналист есть, вот, например, в «Алмазных нервах». Там во всей трилогии есть журналист. Так что я уже кингу... А, то есть ты уже начал освещать профессиональные стадионы? Да, я еще кинга-то не читал, а совет уже следовал. Ну, пишущие братья, у нас еще довольно много программистов и вообще компьютерщиков. Если они все начнут писать о компьютерщиков, в будущем у нас будет сплошная матрица и киберпанк. Так что, наверное, на 100% не стоит следовать совету. Кстати, как ни странно, у нас-то их и нет. Несмотря на такое болит свое количество программистов. Русский киберпанк, он как бы, по-моему, помер, не успев особо зародиться. По-моему, киберпанк и вообще помер, не успев особо зародиться. Ну да, да, но у нас-то казалось, что мы должны просыпинаться и броситься. Какое-то время просто существовал и достаточно. Ну, почему? До сих пор выходят книжки Кудрявцева, до сих пор выходят книжки, скажем так, новелизации не столько компьютерных игр, сколько компьютерных сообществ. Заменитая книжка «Рут». А, ну да, да, согласен с тобой. Ну, с другой стороны, успеха такого, который можно было ожидать, не было. Успеха много, в которых много было ожидать так и не получилось. По идее, эти программисты должны были броситься все это покупать и читать, но они почему-то не хотят. Они начали писать это все. Значит, читать пришлось другим. Ну, мы немножко отвлеклись от темы. Собственно, потихонечку время нашей передачи подходит к концу. Я прошу зрителей в чате задавать вопросы, если есть какие кьюрии. А у нас естественно под конец стандартный вопрос, который я физически не могу не задать. Юрий, какие ваши творческие планы? Раз уж мы заговорили о четыре романа. Да, я тут мельком даже сказал о четырех романах. Да, я пишу сейчас четыре романа. Один роман, он, как бы сказать, такой постядерный. Эта тема мне всегда нравилась. Такой немножко еще при этом руссконародный. Руссконародный постядерный роман. Я хочу это прочитать. Лубок такой. Ну не то, что он глубок. В языковом плане он такой. Распутинско-беловско-соженицынский такой скорее. Потом сейчас я пишу еще один секретный проект, про который я просто из коммерческих соображений, к сожалению, говорить не могу. Надеюсь, что до конца года я это дело допишу, а может и пораньше. И два других романа, как ни странно, это снова фэнтези, который мне понравилось писать после тандема с Кликиным. Который ты не любишь писать. Да, как ни странно, да. Вот так получилось почему-то, что что-то меня зацепило. И как раз пришла в голову хорошая идея, написалось буквально две главы очень легко. И вот я потихонечку его сейчас тащу в свободное от работы время, так сказать. Ну и четвертый проект я только начал. Опять же, не понимаю, что это будет. Скорее всего, это какая-то такая подростковая мистика, но пока получается красиво. Ну и еще попутно я пытаюсь писать рассказы, но последнее время что-то мне с рассказами совсем не ладится. У меня во многих местах их просят, я начинаю, а где-то на середине потом у меня все обламывается, и закончить не могу. Не понимаю почему. Какой-то у меня кризис малой формы. Ну что ж, к сожалению, как обычно, мы вынуждены прерваться на самом интересном месте. Время нас поджимает. Хочу напомнить всем, что как обычно, через две недели, 20 апреля, включайте свои компьютеры, настраивайтесь на Живое ТВ, снова в эфире будет точка отсчета. А сегодня у нас в гостях был Юрий Бурносов, харизматичный джаба. Поблагодарим его за участие в передаче. Спасибо. Вам спасибо, что пригласили. Всем удачи. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok